Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 33-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Златоуст. На самой высокой по линии железной дороги точки Урала стоит обелиск, установленный в 1892 году. Это пограничный столб, разделяющий Европу и Азию. Он расположен на южном Урале у небольшой речки Ай. Здесь проходит железнодорожная линия у Фачи-Лябинск, по которой до областного центра 160 километров. Златоуст славен своим металлургическим производством, а история его начинается с середины 18 века. В 1751 году известный промышленник Масолов приобрел у Башкир землю и построил чугуноплавильный и железоделательный завод. Он заработал в 1754 году. Через 14 лет его приобрел купец Лугинин, которому принадлежали и другие уральские заводы. В 1774-1775 годах рабочие Златоустовского завода принимали активное участие в восстании Пугачева. Здесь на некоторое время была установлена новая власть, а Пугачевская армия снабжена пушками, оружием и боеприпасами. Вскоре завод стал казенным. В 1797 году по именному указу Павла I он был отдан вечные наследственные владения Кнуфу. При нем на завод приехало много немецких специалистов и рабочих с семьями, что наложило свой отпечаток на внешний облик города, в котором появились постройки немецкого и голландского типа. Однако Кнуф оказался несостоятельным предпринимателем, и в 1813 году завод у него был отобран, так как его владелец не выполнил ни одного обязательства перед казной. После этого сменялись один за другим немецкие же управляющие, но завод пребывал в плачевном состоянии, пока не приехал сюда Аносов, ставший впоследствии управляющим Златоустовским горным округом. Аносов Златоустовский завод да и вся металлургия России обязана многим. Именно он добился подъема горной промышленности, открыл секрет изготовления булатной стали. При нем расширяется функционирующий до сих пор завод русского холодного оружия. Благодарные потомки возвели в 1954 году памятник Аносову, образцы Аносовского аркия, выполненные первоклассными уральскими мастерами, хранятся не только в Краеведческом музее Златоуста, но и в Государственном эрмитаже в Санкт-Петербурге. В Златоуст приезжали многие государственные и общественные деятели. В 1860 году в Златоусте проживало 15 тысяч человек. В городе было три церкви, горное училище, госпиталь. Год этот вошел в историю литейного производства. Именно тогда здесь были отлиты первые пушки из русской стали. Прошла здесь огненным мечом и гражданская война, потребовавшая потом многих усилий для восстановления металлургического производства из златоустовской чеканки. Современный Златоуст является крупным центром металлургии, машиностроения и инструментального производства. Кроме металлургического завода, работают машиностроительный, абразивный, металлоконструкций, кузнечно-прессовый, крупнопанельного домостроения и часовой заводы. Со времен Анисова Златоуст остается центром художественной гравировки по металлу. Здесь выпускаются легированная сталь и специальные сплавы. В 1971 году в городе проживало 181 тысяча человек. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.